В октябре 1943 года заключенные лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание. Единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти. Эта история легла в основу одноименного фильма, снятого талантливым актером и режиссером Константином Хабенским. Специально для съемок авторам картины пришлось воссоздать в полном соответствии с чертежами нацистский лагерь смерти. Благодаря тесному консультированию с экспертами лента получилась животрепещущей и искренней. Их 12. 12 человек в Москве с Собиборой. И будем больше прощать. Убьем их всех. Уничтожим мозг. И все будем уходить. Этот фильм напрямую связан и с Белоруссией, поскольку Александр Печерский, он находился в тюрьме в Минске. А после того, как он успешно возглавил восстание и им удалось уйти из лагеря смерти, он воевал здесь, на территории Брестской области, в партизанском отряде имени Чёрса. На премьерный показ были приглашены представители вертикали власти, ветераны и большое количество молодежи из различных учебных заведений города. Желающих первыми посмотреть на шумевшую ленту оказалось немало. Уверен, что этот фильм будет являться хорошей прививкой от нацизма тем людям, которые фальсифицируют историю Великой Отечественной войны. Тот подвиг советского народа, интернациональный подвиг. В съемках фильма приняли участие известные во многих странах мира актеры Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Вольфганг Чёрный. Историческая хроника здесь демонстрируется через истории отдельных людей с их переживаниями, трагедиями, разочарованиями и, конечно же, чувствами. Фильм «Собибор» находится в прокате. Посмотреть его в кинотеатрах Бреста можно до 16 мая.